Всем привет, ребята! Сегодня снова на большой экран возвращается подзабытая S30B радиотехника и возвращается она по поводу того, что будем ее реабилитировать. Сами же, так сказать, обозвали всяко-разно дровами, сами же будем теперь извиняться за это все, ну или как, пересматривать свои отношения, да? Вы видите в кадре две пары колонок радиотехника S30 и вот та, которая на заднем плане, которая без сеток, это вот то, что я купил года два назад, но это тоже как бы S30. Год выпуска не знаю, они на самом деле отличаются. Вот эта пара, которая на переднем плане, это новенькая, да, я купил на прошлой неделе, у нее она пленкой обклеена, а та вот, которая на заднем плане, она в шпоне, то есть скорее всего более раннее, раз более богато сделано, ну, наверное, предполагаю, в шпоне, и у нее еще отличие такое, что у нее это доступ к кроссоверу, не сзади, задняя стенка полностью деревянная, глухая, доступ к кроссоверу производится спереди, то есть передняя вот эта пластмассовая вся декорация снимается, и под ней возле пищалки такой тоже пластмассовый крышечка, ее откручиваешь, вытаскиваешь, и она вместе с фильтром вытаскивается, ну, удобно, в общем-то. А вот тех, которые вот новенькие, да, которые лучше играют, которые я вот сегодня записывал, у них не так, у них просто сзади, как, ну, пластмассовая крышка сзади, вот спереди там ничего такого нет. В этом отличие, может быть, я не помню, по-моему, в тех, которые на заднем плане в старых S30, может быть, там даже двухэтажный фильтр, как это обычно бывает, или одно, ну, или в один уровень, не знаю, не помню, там какие-то конденсаторы, по-моему, там такие же зеленые пленочные стоят, если я не вру. Но в этих вот, в более новых, там точно пленочные. Ну, в общем, как-то вот так, то есть те старые я купил два года назад, потому что других не было, они S30 довольно редко бывают тут у нас в городе, но, ну, в Иркутске-то бывает, а вот при городе не всегда. Да, конечно, можно было бы, как остальные колонки, еще более редко заказывать там как-то транспортные компании тогда, но я что-то думал, зачем, это же 30Б, они же довольно распространенные, просто когда они мне были не нужны, их было много, еще там года 3-4 назад как-то они попадались, а вот когда они мне понадобились, там, в 2020 году, когда я в основном полочниками, про полочник снимал много видео советские, не было, ну, и я, в общем, взял какие есть, то есть какие попались, такие и взял. И, как видите, они вот эти старые, у них это пищалки какие-то непонятные тканевые, что-то желтое там, ну, такое мягкое тканевое. Ну, эти пищалки, они как бы работают, но понятно, что это не так быть не должно, и в те старые колонки я для них специально выковыривал нормальные пищалки с прозрачной пленки, такие, какие должны быть, да, из либо S-50B, допустим, там тоже такие же стоят, как надо, либо из S-30A у меня есть, которые закрытый ящик, у них тоже прозрачные пленочные VG, не пленочные, в смысле, а из прозрачного купола, ну, такие, как надо, короче. И каждый раз, когда мне надо было те старые колонки с чем-то сравнить, я их сравнил много с чем, и с полочными конкурентами от VEG от, опять же, радиотехник от 10S9, или Contato, вот это вот, 15S, мне каждый раз приходилось выковыривать из других колонок, нормальные пищалки ставить туда, потом подстраивать, чтобы они по громкости были, потому что тканевые надо на максимум ставить, те надо немножко уменьшать. Ну, там есть отверточки, крутится такой регулятор, резистор внутри колонки есть, вот, чтобы регулировать громкость высоких частот. Ну, я, в общем, проверял там, у меня вроде все по схеме, и пищалки я даже ставил при каждом сравнении правильные, да, потом их обратно убирал, то есть обратно ставил вот эти желтые на место. И вот у меня были видео раньше там какие-то, два года назад, и недавно было, вот, пару месяцев назад, видео S30B против S50B против S90B, где вывод был такой, что S50B колонки удачные, хорошие за свою сумму, за свою стоимость, 90B тоже хорошие, лучшие S90, а вот 30B как-то вот, именно вот те, которые старенькие, на заднем плане, они как-то не звучали, то есть я, по-моему, даже сказал, что это какая-то помойка, а не звук, при том, что там вроде бы все по схеме, и динамики там не какие-то левые, то есть, да, они, ну, видно, что там немножко отличаются, но я специально покупал именно, то есть там один динамик был не родной, какой-то GDS style, второй родной, но, видимо, он какой-то отмок он или где, не знаю, или партия неудачная, или что, я специально второй покупал, короче, на барахолке довольно за 800 рублей, такой ставил, вот, чтобы было как все родное, то есть оба, ну, короче, динамики родные, фильтра вроде все родное, все должно звучать, но не звучит, и в итоге вот эти старые 30B, они как-то от меня особо комплиментов не заслуживали, то есть в недавнем видео я их вообще назвал дровами, а в видео, где более старые двухлетние, где я там сравнил с другими полочниками, я говорил, что мне что-то 30B не очень нравится, они как-то мне вот не по душе, какие-то они сумрачные, но не могу отрицать, что они все-таки достойны, то есть какое-то там третьего места, или, то есть, ну, я на первое место всегда стоял в ЕГУ, 15 С109 или 25 С101, на второе какую-нибудь Кантату, и на третье вот уже С30B и 10 С9, но это я судил вот по тем старым, которые, в общем-то, дровишки, а и вот, и все время как бы, ну, мне не покидала мысль, что это все-таки, наверное, неправильно, как-то они как-то слишком уж плохо звучат, а про С30 обычно в интернете говорят, что это хорошие колонки, чуть ли не лучше из советских там и так далее, да, а у меня тут они как-то вот не звучат, я не знаю, я поэтому, когда появилась возможность, она редко появляется, вот на прошлой неделе, 30Б, причем за такую смешную сумму за 1000 рублей, две штуки за 1000 рублей, я бегом быстрее их побежал и купил, то есть теперь у меня две пары, и, как оказалось, не зря купил, то есть, ну, видно, вот эти вот на переднем плане у них и сеточки есть, и все, правда, винты на одной колонке не родные, саморезы, то есть, туда лазили, по простой банальной причине, то, что такие колонки радиотехника, все у которых вот это 25 ГДН, там разных моделей, короче, все, которые полочные колонки от радиотехника, либо еще даже к ливер туда относится, там тоже динамик радиотехника, у них у всех болячка, что в нынешнем возрасте, 30-40 лет, у них это подводящее отламывается, ну, то есть, начинается вот это, либо хрип по басам, либо пропадание звука, либо вообще звука нету, вот я, когда их притащил, звука нету, как раз в той колонке, в которой саморезы не родные, вот эти, вторая была под пломбой, это я уже сегодня там открутил, этот пластилин, ну, и я как бы не испугался, что там звука нету по низам, потому что, понятное дело, надо паять, просто люди, видимо, не знаю, открутили, посмотрели, ничего не поняли, закрутили обратно, в чем проблема, то есть, подумали, что ты, наверное, поэтому так задешево, за тысячу продали, хотя такие колонки обычно продаются за две, за три тысячи рублей, тоже не сильно дорого, но как бы все-таки тысяча, это вообще десять блок хлеба, типа, ну, или двадцать, например, по нынешним ценам, ну, то есть, в магазин сходить, а то не хватит, наверное, там что-нибудь купить, продукты, а тут, понимаешь, две колонки с надписью Hi-Fi, даже табличка Hi-Fi есть, ну, и я их притащил, там, причем звук-то там, как бы даже и паять не надо было, поначалу он, ну, не было баса, и я эту колонку так постучал, попереворачивал, чтобы контакт немножко появился, слышно, что контакт появляется и начинает играть, ну, и я сразу заценил, что звук довольно-таки неплохой, ну, так, при таком экспресс-таком прослушивании, довольно-таки объемный, даже можно сказать, что в плане объемности он, блин, котик, куда ты лезешь? Ну, ты меня в смысле сбиваешь кися, блядь? В общем, первые впечатления были неплохие, было отмечено, что у колонок очень какая-то особенная объемность, какой я даже не встречал, ни в 35S, S90 всяких, в последнее время, ни даже в японских колонках, причем после этих 30B новых, которые, новой пары, я в тот день записывал у Sansui XL900, даже на нем вот таких каких-то эффектов, именно сцены, когда звуки прямо вот так вот, не в колонках, а где-то между ними, даже там такого как-то вроде бы поменьше, чем здесь, удивительно, но может это связано с тем, что они все-таки полуочные, они маленькие, и им достаточно вот такого, там полуметра между ними расстояния, даже меньше, чтобы они сцену уже рисовали, а может быть, полноразмерным колонкам, как 35S, или как Япония большая, им все-таки нужно, чтобы между ними было там, соответственно, не полметра, а метра два, например, тогда тоже появится вот эта вся сцена и звуки между колонками, возможно, в этом причина, а может быть и нет, но вот это мне понравилось еще, ну, я еще также заметил, что довольно грязновато по ВЧ, но это понятное дело, там какие пищалки стоят советские, не особо, так сказать, навороченные, и на тот момент я их слушал там минут 10, а сегодня я уже их записываю целый час, час с лишним, и на самом деле, какие бы ни были хорошие колонки, прям волшебные, замечательные, все равно больше часа я никакие их слушать не смогу, потому что у меня, ну, устают мозги, говорят, давай выключай музыку, типа, да, но этот час мне запомнился, вот именно с этими вот новыми 30B, очень было приятно, местами даже такая эйфория какая-то наступала при прослушивании музыки, ну, кайф просто, я вот давно не слушал двухполосные советские колонки, я с них как бы начинал, на самом деле, ну, если так прямо сказать, я начинал с 90-брянских, мои первые колонки были на канале, из советских, а потом, потом, там, Vega 50S, 106, ну, это говно полное, а потом я начал вот именно собирать такие компактные, потому что они дешевые, с этого все началось, контакты там, С-30 обычные, С-30 с буквой А, Vega 15S 109, или 25S 101, Комета, 15S 408, ну, такие, в общем, все полочники собрал, советские, и был момент, когда я только вот, в основном, слушал только эти полочники все, потом начал переходить на колонки покрупнее, там на 25S, на трехполосные, потом на 35S уже вот, и про это все забыл, то есть это как бы ушло, давно я не включал настольные советские колонки, и на тот момент я помню, что они мне все нравились, практически, у меня к ним не было никаких особых претензий, кроме, кстати говоря, вот С-30, которая на заднем плане, старая пара, неудачная, и кливер еще 10S мне не нравился, тоже двухполосный кливер, какая-то неудачная модель, что ли, что-то она не звучала, ну были там еще всякие, электроника 120 типа 6, или 128, 128, но это она крупнее, это уже другое, это уже 25S, а так в целом, вот эти все колонки вот такого формата, они практически все, Комета, Кантата, 10S9, радиотехника, там, ну даже 30B, может быть, в какой-то степени, они все давали какую-то эмоцию, и ты слушал и балдел, ну реально, это было для меня, таким, антидепрессантом, в плане того, что я тогда на Onkyo Ливерпуль потратился, там, в какие-то годы, да, на японский хай-фай, и ничего от этого не получился, от этого японского хай-фая, да, детально, но ни объемности, ни душевности, какой-то звук такой, ну вот, потом Диатон, то же самое мне, ничего не дал, и я так, обидевшись на японский звук, на тот момент, я нашел радость, вот в этом советском, но не в 35 АЭСах, больших, за исключением некоторых, там, моделей, типа брянских, а вот именно в маленьких, вот период, когда у меня были на канале, только маленькие, я практически всеми ими восхищался, ну отчасти, потому что там и цена, как бы, как правило, выгодная, там, пару тысяч рублей, это вообще смешно, при этом достаточно хороший звук, но, наверное, в большей степени, потому что, как вот, оказывается, как я недавно выяснил, что маленькие советские колонки звучат лучше, чем большие, и потом, постепенно, переходя на 25 АЭС, на 35 АЭС, особенно, вот 90-образные, они не дают такого ничего, они в большинстве своем просто, чисто гвозди забивать, такие колонки, с 90, там, орбита, вот это все, электроника, 35 АЭС, у них нет ни душевности, ни музыкальности, и они какие-то там, ну вот все-таки, три полосы, их надо сшить правильно, это все как-то немножко, не так гладко получается, на слух, и так далее, и как я вот недавно выяснил, комета обычно звучит лучше, чем, допустим, корве 35 АЭС, и тем более, все остальные с 90, кроме 90 Б, комета, простейшие колонки советские, а эти, наверное, даже лучше, чем комета, может даже заметно, поэтому и для себя, я сегодня, этим вечером открываю, вот эти воспоминания о том, как я радовался, каждым советским полосочным колонкам, и я в очередной раз убеждаюсь, что вот именно, советские двухполосные колонки, это самое, одно из самых лучших, что было в СССР, потому что я переслушал уже практически все, кроме там, симфоний, и Виктории, ну даже вот, можно сказать, электронику Тори в виде этого Прадоса, и Эстония тоже, все это неплохо там местами, но вот эти маленькие, они дарят какую-то особенную радость, и радость того, что они дешевые, и, ну не в этом дело, и радость именно от звука, что-то в них такое особенное есть, я сегодня записывал целый час, там или больше, и выключать даже не хотелось, очень приятно, интересно, прям увлекательно, и это вообще не то, ну я так понимаю, не то, что вот те старые, та старая пара, что-то с ней не так, там, ну динамики скорее всего, при том, что один я покупал с разборки, то есть он как бы нормальный, второй родной, низкочастотный, в ЭЧ я ставил такие же, ну как обычные нормальные прозрачные, на С30 от других моделей, почему они не звучали, не знаю, то есть, там я правда, экспериментировал, там что-то фаза-противофаза, ну скорее всего, там есть два, по-моему, типа подключения на С30Б, короче, как я эту старую пару не крутил, так она и звучать толком не стала, но при этом я помню, что в большом сравнении советских настольных колонок, С30Б все-таки, хоть я от них там немножко, ну на них ворчал, что они там звучат как-то хмуро, но я их все равно оценивал достаточно высоко, выше чем комету, выше чем С30 обычную и так далее, то есть, они все равно заняли, по-моему, третье место, что ли, тогда, даже вот та старая пара, но правда, с нормальной пищалкой, с прозрачной, но мне кажется, ну, я не знаю, что могло измениться за два года, они же, я же в них не лазил, там они как были, так и есть, почему они так херово звучали в том сравнении с 50Б, с 90Б, что я их там назвал чуть ли не дровами полными, а вот эти вот, мне кажется, эти гораздо лучше, вот, которые новенькие, к сожалению, я не могу сравнить ту пару и эту, но потому, потому что, чтобы для полноценного сравнения, нужно, чтобы в тех были пищалки прозрачные, а мне лень, это надо опять дербанить эту 30А или 50Б, у которых такие пищалки, откручивать, вставлять, настраивать резистор, чтобы не сильно громко было, потому что у тех чувствительность выше пищалок, и тут даже сравнивать не надо, тут слышно, что те такой эмоции не давали, а эти прям хороши, вот эти новые, может быть разные ревизии, разные модели, но они обе 8-омные, то есть, это не какая-то там 4-омная, упрощенная версия, и были такие 30Б с какого-то завода Маяк, с каким-то простым совсем фильтром, нет, это здесь все нормально, там пленочные кондеры тоже, просто разных годов, это видно по конструкции, то, что здесь у этих, сзади крышка, у тех спереди, и, ну вот, как-то чудеса такие в советской сборке, когда одни звучат, вторые не звучат, хотя, я вот, например, в фильтрах особо там не глядел, может там действительно что-то не так припаяно, или что, но там фильтры не такие уж простые, у фильтра 30, у S30B, там как-то так, двухэтажные, или что-то, короче, мне лень обычно в 30Б ковыряться, там фильтра достаточно мелко и неудобно там, разглядывать, а эти новые, ну, играют, и ладно, я даже у них ничего проверять не стал, там, просто играют, и что тебе еще надо, единственное, что я с ними сделал, это просто подпаял эти отламывающиеся, подводящие проводочки, это классика таких колонок, у них у всех вот эта вот проблема есть, ну, если это можно назвать проблемой, поэтому колонки впечатлили, но, правда, перед этим видео я не сравнивал их ни с Вегой, ни с Кантатой, для этого надо, наверное, еще отдельное видео сделать, снова, знаете, снова битва лучших полочников, и в этот раз, эти новые S30, я даже думаю, что они могут победить Вегу, которая лидер, для меня, лучшая из такого формата советского, 30Б довольно хороши, вот, также, наверное, надо будет заново перезаписать видео, вот это против 90Б, против 50Б, у нас такой, знаете ли, переход из тяжелого люкса, в виде Sansui XL900, и Kenwood L01A, снова к старым, вот этим вот советским, дешевеньким, но хорошим колонкам, если задать вопрос, насколько эти колонки звучат, на сколько денег, то есть, с какими колонками они могут конкурировать, за какие там, за какие суммы, честно говоря, не знаю, я помню, что Vega не могла превзойти, ну, Vega, да, вот, 15S109, как лучшая из подобных колонок, на тот момент, для меня, не могла превзойти, Warfidel 8.1, колоночки, китайские, и не могла превзойти, JBL Studio 130, то есть, те звучали получше, чем Vega, Alex Audio, какая-то там, 190 тоже была, так, типа, где-то, чуть получше, Vega, и колонки, музыкальный центр, Ivo NSX 3.9, тоже звучали лучше, чем Vega, то есть, чем любые советские полочники, при этом, они стоят, два-три раза дороже, все эти вещи, будет удивительно, если 30B окажутся, еще лучше, чем Vega, и это будет, прям, реально, лучше советские колонки, потому что, у меня сегодня, когда я их слушал, у меня возникала мысль, что это, я, наверное, так и видел, это назову, это действительно, одни из лучших, может, даже лучшие советские колонки, не только по соотношению цена-качество, но, я не знаю, по эмоциям, то есть, что мне в них вообще нравится, обычно, когда, а, и вот, если говорить про цену, да, типа, насколько они звучат, то я не знаю, я бы подумал, что если бы они даже 15 тысяч стоили, я бы, ну, я бы не знал, что за колонки, просто 15 тысяч стоят, да, звучат вот так вот, я бы сказал, да, они звучат на 15, наверное, а в интернете есть мнение, что 30B звучат на уровне, там, каких-то Дали, Спектр, там, Цензор и прочее, за тоже, там, 30-50 тысяч рублей, типа такого, полочники, и это может быть даже правда, потому что, ну, вот я сегодня слушаю, я думаю, да, они довольно дорого звучат, у них вот эта объемность, стереосцена, это вообще ни разу не какой-то мусорный, помоечный звук, как, например, Депо 196, у него там были, тоже 30B, только, правда, завода Маяк, с фильтром первого порядка, и он сказал, что-то типа вообще никуда не годится, и все это раздутая легенда, и все такое, да, а ну, я не знаю, вот если бы он такие услышал, то они реально прикольные, единственное их слабое место, что у них вот эти VCH, они как бы, конечно же, да, уступают современным, они грязнят, они так немножко это, короче, если бы мне сказали, что эти колонки звучат точно на 15-20, я бы, наверное, согласился с этим. Вообще, когда про, на аудиофильские темы разговаривают, про колонки, обычно таким мерилом выступает детальность, то есть, да, детальность это именно признак хай-файности, все остальное, оно вторично, там, вовлекательность, это звучание, увлекательность, там, или сладость, там, жесткий, холодный, мягкий, теплый, всякий разный звук, это все никого не волнует, главное детальность, это первое, что отличает колонки, там, начального класса, от среднего и высокого, чем выше детальность, тем типа круче, в этом плане, я не знаю, что про эти колонки сказать, особой детальности, как бы не наблюдается, такой прям аудиофильской, потому что это все-таки, пищалки, там, вот эти непонятные, но она есть детальность, я думаю, что она на уровне, какого-то среднего, такого, количества, она, как минимум, я вам скажу, что она не низкая, вот если я 4,32 слушал, и с рупором, и без рупора, вот там детальность реально низкая, то есть там нифига не слышно, если ты слушаешь какой-то амфитон, 0,22, например, 50S022, в котором детальность тоже низкая, ну ты-то слышишь, что там звук мыльный, здесь он ни в коем случае, его назвать мыльным нельзя, это, конечно, не супер может быть разрешение какое-то, но оно достаточно нормальное, больше и большинству и не надо, например, но дело не в детальности, а почему они мне нравятся, потому что я их слышал, и как-то вот, ощущение комфорта, что эти колонки к себе располагают, они такие дружелюбные, если старая вот эта пара 30B, она мне всегда казалась какой-то хмурой, и такой какой-то недружелюбный какой-то звук, такой как синтетический казался, то в этих тут не так, они вполне такие умеренные, они по жанрам не сказать, что они предрасположены к року или к чему-то еще, они играют все и по чуть-чуть, и помаленьку, но не в детальности части, а вот в какой-то комфортности и, не знаю, вот этой святости, которые наделили инженеры эти колонки, ну и некоторые другие советские полочники, которые, и этого нету японских, ну по крайней мере, у меня не так, ну что там, или Ливерпуль были, да, у меня там, или те же Warfidel 8.1, это Китай современный, в них такой душевности нету, как советских, и здесь ее прямо полно, и ты сидишь и балдеешь, что это там вторая гармоника, или что, я не знаю, что вызывает такую радость, в итоге ты даже толком объяснить не можешь, чем они тебе нравятся, эти 30B, вот чем, объемность, да, это то, что слышно, хороший бас, дающий достаточно жирный звук, но не перенасыщенный басом, то есть что-то, не просто бубнилка, это именно детальные, хорошие колонки, достаточно более-менее ясные, ну, без пересветленности, такие, ну, жирненькие, как бы вот, блин, короче, их просто вот прикольно слушать, на разных жанрах, правда, конечно, какой-то такой сильно динамичный, тяжелый рок на них не идет, они с этим уже не могут справиться, в нужной степени, но все остальное звучит очень даже неплохо, такой нормальный, средний хай-фай, я бы так сказал, а средний хай-фай, если по меркам иностранным, это значит что-то такое, 1000 на 30, наверное, на 20, на 30, там такое, что-то я заговорился, короче, смысл в том, что надо эти колонки будет сравнить и с вегой заново, и возможно, они будут победителем вообще, и вот провести сравнение с 30b, с 90b, колоночки кайфовые, конечно, они не супер прям какие-то там нереальные, потому что все равно слышно, что это не, ну, не выше, чем средний хай-фай, но это хай-фай вполне себе, и там вот то, что написано хай-фай, это вполне заслуженно, чего может быть, не так уж, можно смело утверждать, про 50b, 50b, про 90b, что оно к хай-фаю относится, но оно относится, но не настолько, а это прям вот, это прям хорошо, нужен, конечно, усилитель, чтобы раскрыть, возможно, на каких-то простых усилителях это не так все красиво звучит, ну, и в итоге я вам скажу, что вот сколько у меня было колонок разных, я список там составляю, наверное, 50 единиц может быть разных всяких, и больших, и маленьких, и дорогих, и дешевых, и всякие Эстонии, и Прадосы, и прочие-прочие, иностранные, но не так уж часто бывают колонки, которые меня настолько вот радуют, и не только ценой, но именно даже звуком, комфортом, душевностью, какой-то сбалансированностью, что-то у них есть такое, вот прям они-то, они такие прям правильные, и, ну, немного колонок было, которые меня так радовали, понимаете, викторы там какие-то, может быть, только, то есть, по силе, так сказать, эмоций, которые сегодня меня посетили, это очень, очень дорогого стоит, это звучание, хотя, конечно, если бы они стоили реально, допустим, как я тут говорю, двадцатку, да, вот это бы стоило, то, наверное, бы я сидел такой, и думал, блин, двадцатку за что, то есть, уже было бы другое отношение, может быть, цена все-таки, конечно, решает, а вообще, жаль, что колонки с таким изящным звуком получили такой, какой-то авангардный, квадратный, некрасивый дизайн, который вообще никак не отражает их музыкальную суть, и этих колонок, и 90B тоже, они вовсе не так, то есть, это какое-то техно, пластмассовое, а звучат-то они очень даже мягко, приятно и красиво, а не вот так вот.